Брэм Стокер, Дракула, глава третья Когда я убедился, что нахожусь в плену, меня охватило бешенство. Я начал стремительно спускаться и подниматься по лестницам, пробуя каждую дверь, высовываясь в каждое окно, какое попадалось на пути. Но немного погодя, сознание полной беспомощности заглушило все чувства. Когда спустя некоторое время я припоминал свое тогдашнее состояние, оно казалось мне близким к сумасшествию, потому что я вел себя как крыса в мышеловке. Но придя к выводу, что положение мое безнадежно, я стал хладнокровно обдумывать, как лучше всего выкрутиться из создавшегося положения. Я и теперь думаю об этом, но до сих пор не пришел еще ни к какому заключению. Ясно одно, нет никакого смысла сообщать графу о моих мыслях. Он ведь отлично знает, что я пленник, а так как он сам это устроил и без сомнения имеет на то свои причины, он лишь обманет меня, если я откровенно поведаю ему свои мысли. Мне кажется, прежде всего я должен зорко следить за Реем. Я осознаю, что или я сам поддался, как младенец влиянию мной уже придуманного чувства страха, или же нахожусь в отчаянно затруднительном положении. Если со мною приключилось последнее, то я нуждаюсь и буду нуждаться в том, чтобы сохранить ясность мыслей. Едва я успел прийти к такому заключению, как услышал, что большая входная дверь внизу захлопнулась. Я понял, граф вернулся. Поскольку он не прошел библиотеку, то я на цыпочках направился в свою комнату и застал там графа, приготовлявшего мне постель. Это было странно, но только подтвердило мое предположение, что в доме совсем нет прислуги. Когда же позже я заметил сквозь щель в дверях столовой графа, накрывающего на стол, то окончательно убедился в справедливости моих предположений. Раз он сам исполняет обязанности челяди, значит их больше некому исполнять. Вывод меня испугал. Если в замке больше никого нет, значит граф и был кучером той кареты, которая привезла меня сюда. Я ужаснулся от этой мысли. Что же тогда означает его способность усмирять волков одним движением руки, как он это делал в ту ночь? Почему люди в Быстрице и в Дирижансе так за меня боялись? Чем руководились они, когда наделяли меня крестом, чесноком, шиповником и рябиной? Да благословит Господь ту добрую и милую старушку, которая повесила мне крест на шее, поскольку каждый раз, как я до него дотрагиваюсь, я чувствую отраду и прилив сил. Как странно, что именно то, к чему я относился враждебно и на что привык смотреть, как наибело поклонство, вне одиночества и тревоги являются моей единственной опорой и утешением. Но мне нельзя позволять себе отвлекаться. Я должен узнать все о графе Дракуле, ибо только это может облегчить мне разгадку. Сегодня же вечером постараюсь заставить его рассказать о себе, если только удастся навести разговор на эту тему. Но мне придется быть очень осторожным, чтобы не возбудить его подозрений. Полночь. У меня был длинный разговор с графом. Я задал ему несколько вопросов, касающихся истории Трансильвании, и он живо и горячо заговорил на эту тему. Он с таким воодушевлением говорил о событиях, народах и о битвах, будто сам всюду присутствовал. Он это объясняет тем, что для магната честь Родины, Дома и Имени – его личная честь, победы народа – его слава, судьба народа – его участь. Я очень хотел бы дословно записать все его слова, до того они были интересны. Из разговора я узнал историю его рода, привожу ее здесь подробно. Мы, секлеры, имеем право гордиться этим, так как в наших жилах течет кровь многих храбрых племен, которые дрались, как и вы, за главенство в мире. Здесь, в водовороте битв и сражений, выделилось племя Уга, у наследовавших от исландцев воинственный дух, которым их наделили Тор и Один. И берсекры их прославились на морских берегах Европы и Азии, даже Африки, такой свирепостью, что народы думали, будто явились оборотни. Да к тому же, когда они добрались сюда, то нашли здесь гуннов, бешеная страсть которых к воинам опустошала страну, подобно жаркому пламени. Так что те, на кого они нападали, решили, что в их жилах течет кровь старых ведьм, которые, прогнанные из скифии, сочетались браком с дьяволами пустыни. Глупцы! Глупцы! Какая ведьма или дьявол могли сравниться с Великим Атилой? Разве удивительно, что мы племя победителей? Что мы надменны? Что когда мадьяры, ломбардцы, авары, болгары или турки посылали к нашим границам тысячи своих войск, мы их оттесняли? Разве странно, что Арпад, передвигаясь со своими легионами через родину мадьяр, застал нас на границе? И что гонфоглаз был здесь разбит? И когда поток мадьяр двинулся на восток, то притязания секлеров, как родственного племени, были признаны победителями мадьярами. И уже целые столетия, как нам было поручено охранять границы с Турцией. А бесконечная забота об охране границ – нелегкая задача, ибо, как турки говорят, вода спит, но враг никогда не смыкает очей. Кто охотнее нас бросался в кровавый бой с превосходящими силами врага или собирался под знамена короля? Да. Впоследствии, когда пришлось искупать великий позор моего народа – позор Косова, когда знамена Валахова и Мадьяра исчезли за полумесяцем, кто же, как ни один из моих предков, переправился через Дуна и разбил турок на их земле? Кто был действительно Дракула? Какое было горе, когда его недостойный родной брат продал туркам свой народ в рабство, заклеймив вечным позором? А разве не Дракулой был тот другой, который неоднократно отправлял свои силы через большую реку в Турцию, и которого не остановили никакие неудачи? Он продолжал отправлять все новые и новые полки на кровавое поле битвы, и каждый раз возвращался один. В конце концов, он пришел к убеждению, что может одержать окончательную победу только в одиночестве. Тогда его обвинили в том, что он думает только о себе. Но что такое крестьяне без предводителя, без руководящего ума и сердца? А когда после битвы при Мочаге мы свергли Мадьярское иго, то вожаками оказались опять-таки мы, Дракулы, так как наш свободный дух не переносит никаких стеснений. Ах, молодой человек, что касается благородной крови, мозга и мечей, то Секлеры и Дракулы могут похвалиться древностью своего рода перед всеми королями мира. Дни войн прошли. Кровь теперь, в эти дни бесчестного мира, является слишком драгоценной, и слава великих племен теперь уже не более, чем древняя сказка. При этих словах как раз наступил рассвет, и мы разошлись спать. Примечание. Этот дневник страшно напоминает начало рабских ночей и призрак отца Гамлета. Как и там, здесь все прерывается при крике петуха. 12 мая. Вчера вечером, когда граф пришел из своей комнаты, он задал мне ряд юридических вопросов по поводу своих дел. Наводя справки, он задавал мне вопросы, как бы руководствуясь известной системой, и я попробую тоже передать их по порядку. Эти сведения, может быть, когда-нибудь и пригодятся мне. Прежде всего, он спросил, можно ли в Англии иметь двух стряпчек. Я ему на это возразил, что можно иметь хоть дюжину, но не умно иметь больше одного для одного дела, так как все равно двумя делами одновременно не приходится заниматься, а смена юриста всегда невыгодна для клиентов. Он, по-видимому, понял и спросил, будет ли практически осуществимо, чтобы один поверенный сопровождал его, ну, скажем, в качестве банкира, а другой следил в это время за погрузкой кораблей в совершенно другом месте. Я попросил его объясниться более определенно, чтобы уяснить, в чем дело, дабы не ввести его в заблуждение, и он прибавил. Представьте себе, например, такой случай. Ваш друг, мистер Питер Хаукинс, живущий около вашей великолепной церкви в Эксетере, вдали от Лондона, купил при вашем посредничестве, милый друг, для меня местечко в Лондоне. Прекрасно. Теперь позвольте поговорить с вами откровенно, дабы вам не показалось странным, что вместо того, чтобы поручить покупку имущества человеку, живущему в самом Лондоне, я обратился к человеку, живущему далеко от города. Я стремился к тому, чтобы ничьи местные интересы не помешали моим личным. А так как живущий в Лондоне всегда может иметь в виду как свои интересы, так и интересы своих друзей, то я и постарался отыскать агента, который посвятил бы все свои старания исключительно в мою пользу. Теперь допустим, что мне, человеку деловому, необходимо отправить товар, скажем, в Нью-Касл, или Даром, или Гарвич, или Дувр, так разве не легче будет обратиться по этому поводу к кому-нибудь на месте? Я согласился с ним, но объяснил, что мы, стряпчие, имеем всюду своих агентов, и всякое поручение будет исполнено местными агентами по инструкции любого стряпчего. Но, возразил он, я ведь свободно мог бы сам управлять всеми делами, не так ли? Конечно, это принято среди деловых людей, которые не хотят, чтобы их имена были известны кому бы то ни было. Прекрасно, сказал он и перешел затем к форме и изложению поручительства, и ко всем могущим при этом возникнуть затруднениям, желая таким образом заранее охранить себя от всяких случайностей. Я объяснил, как мог точнее все, что знал, и он в конце концов оставил у меня впечатление, что сам мог бы стать великолепным юристом, так как не было ни одного пункта, которого бы он не предвидел. Когда граф вполне удовлетворился всеми сведениями и выслушал объяснение по всем интересующим его пунктам, он встал и сказал, «Писали ли вы после вашего первого письма мистеру Питеру Хаукинсу или кому-нибудь другому?» С чувством горечи я ответил, что до сих пор еще не имел никакой возможности отослать письма кому бы то ни было. «Ну так напишите сейчас же, мой дорогой друг», сказал он, положив свою тяжелую руку мне на плечо, «И скажите, что вы пробудете здесь еще около месяца, считая сегодняшнего дня, если это доставит вам удовольствие. Разве вы хотите задержать меня на столь продолжительный срок?» Я бы очень этого желал. Нет, я не принимаю отказа. Когда ваш патрон или хозяин, как вам угодно, сообщил, что пришлет своего заместителя, то мы условились, что только мои интересы будут приниматься во внимание. И я не назначал сроков, не так ли? Что же мне оставалось делать, как не поклониться в знак согласия? Ведь все это было не в моих интересах, а в интересах мистера Хаукинса, и я должен был думать прежде всего о патроне, а не о себе. Да кроме того, в глазах графа Дракулы и во всем моего поведения было нечто такое, что сразу напомнило мне о моем положении пленника. Граф увидел свою победу в моем утвердительном поклоне и свою власть надо мной в тревоге, отразившейся на моем лице, и сейчас же воспользовался этим присущим ему хотя и вежливым, но не допускающим возражений способом. Но прошу вас, мой дорогой друг, в ваших письмах не касаться ничего другого, кроме дел. Без сомнения, вашим друзьям доставит удовольствие узнать, что вы здоровы и надеетесь скоро вернуться домой, не так ли? При этом он протянул мне три листа бумаги и три конверта. Глядя на бумагу и на него, я обратил внимание на его спокойную улыбку, открывшую острые клыкообразные зубы, и сразу же отчетливо понял, как если бы он заявил об этом прямо, что я должен быть очень осторожна в своих письмах, так как ему ничего не стоило прочесть их. Поэтому я решил написать при нем только официальные письма, а потом уже тайком написать обо всем подробно мистеру Хаукинсу и Мине, который, к слову сказать, я могу писать стенографически, что поставит графа в затруднение. Написав два письма, я спокойно уселся и начал читать книгу, пока граф делал несколько заметок, справляясь в книгах, лежащих на столе. Затем он забрал оба письма, положил их вместе со своими около письменного прибора и вышел из комнаты. Я немедленно воспользовался его отсутствием, чтобы рассмотреть письма, лежавшие адресами вниз. Я не испытывал при этом никаких угрызений совести, так как находил, что в данных условиях, ради своего же спасения, я должен был воспользоваться любыми средствами. Одно из писем было адресовано Самуилу Ф. Пиллингтону и компании, номер 7 Крэшент Уайтби, другое – господину Лейтнеру Варна, третье – Куц и компания Лондон, четвертое – господам Клопштоку и Биллирейту, банкирам Будапешти, второе и четвертое были не запечатаны. Только я собрался прочесть их, как заметил в движении дверной ручки. Я еле успела разложить письма в прежнем порядке, усесться в кресло и вновь приняться за книгу, как показался граф, держа в руках еще одно письмо. Он забрался с тола письма и, запечатав их, повернулся ко мне и сказал, «Я надеюсь, вы меня простите за то, что я отлучусь на весь вечер, так как мне предстоит много частных дел». В дверях он еще раз повернулся и сказал после минутной паузы, «Позвольте посоветовать вам, мой милый друг, вернее предупредить на и серьезнейшем образом, что если вы покинете известные комнаты, то вам никогда не удастся обрести покой во всем замке. Замок старинный, хранит в своих стенах много воспоминаний и плохо приходится тем, кем овладевают безрассудные видения. Итак, вы предупреждены. Как только почувствуете, что вас одолевает сон, спешите к себе в спальню или в одну из этих комнат, и тогда ваш покой будет гарантирован. Но если вы будете неосторожны», он докончил свою речь, сказанную зловещим тоном, движением рук, показывая, что умывает их. «Я отлично понял его, но усомнился в возможности существования более кошмарного сна, чем та неестественная, полная мрака, ужаса и таинственности действительность, которая окружала меня». «Позже». «Теперь, когда я заношу эти последние строки, о сомнениях уже не может быть и речи. Я не побоюсь спать во всем замке, лишь бы его не было. Я положил распятие у изголовья кровати и думаю, таким образом мой покой обойдется без снов. Здесь крест навсегда и останется». Когда граф ушел, я удалился в свою комнату. Немного погодя, не слыша ни звука, я вышел и пошел по каменной лестнице туда, откуда можно наблюдать за местностью с южной стороны. Тут я мог наслаждаться свободой, глядя на обширные, хотя и недоступные для меня пространства. Все же сравнительно с черным мраком, царящим во дворе, тут был свет. Озираясь кругом, я лишний раз убедился, что действительно нахожусь в тюрьме. Я жаждал хоть подышать свежим воздухом. Я любовался великолепным видом, озаренным мягким лунным светом, пока не стало светло, как днем. Нежный свет смягчал очертания далеких холмов, а тени в долинах и узких проходах покрылись бархатным мраком. Скромная красота природы ободрила меня. С каждым дыханием я как бы вбирал мир и покой. Когда я высунулся в окно, то заметил, что что-то зашевелилось у окна, налево от меня, именно там, где, по моим предположениям, находилось окно комнаты графа. Высокое большое окно, у которого я стоял, было заключено в каменную амбразуру, которая, несмотря на то, что была источена временем, была цела. Я спрятался за амбразуру и осторожно выглянул. И вот я заметил, как из окна высунулась голова графа. Лица его я не разглядел, но сразу узнал его по затылку и движением плеч и рук. Я никак не мог ошибиться, так как много раз внимательно присматривался к его рукам. Вначале я очень заинтересовался этим явлением, да и вообще, много ли нужно, чтобы заинтересовать человека, чувствующего себя пленником? Но мое любопытство перешло в ужас и страх, когда я увидел, что он начал ползти вдоль стены над ужасной пропастью, лицом вниз, причем его одежда развивалась вокруг него, как большие крылья. Я глазам своим не верил. Вначале мне показалось, что это отражение лунного света или игра капризно брошенной тени, но, продолжая смотреть, я отказался от своих сомнений, так как ясно увидел, как пальцы и ногти цеплялись за углы камней, штукатурка которых выветрилась от непогоды. Пользуюсь каждым выступом и малейшей неровностью. Граф, как ящерица, полз с невероятной быстротой вниз по стене. Что это за человек или что это за существо, так напоминающее человека? Я чувствую, что весь ужас этой местности сковывает меня. Я боюсь, ужасно боюсь, и нет мне спасения. Я охвачен таким страхом, что не смею даже думать о... 15 мая Я опять видел графа, ползущего как ящерица. Он опустился на добрых 400 футов наискось влево. Затем он исчез в какой-то дыре или окне. Когда голова его исчезла из виду, я высунулся в окно, стараясь проследить его путь, но безуспешно, так как расстояние было слишком велико. Я знал теперь, что он удалился из замка, и поэтому решил воспользоваться удобным случаем, чтобы осмотреть все то, что не успел осмотреть раньше. Я вернулся к себе в комнату и, взяв лампу, пошел пробовать все двери. Все они оказались запертыми, как я и ожидал, причем замки были совершенно новые. Тогда я спустился по каменной лестнице в зал. Я убедился, что болты довольно легко отодвинуть, и что нетрудно снять большие цепи с крючка, но дверь оказалась запертой, и ключ был унесен. Ключ должно быть в комнате у графа. Придется дождаться случая, когда дверь его комнаты будет открыта, чтобы иметь возможность забраться туда и уйти незаметно. Я продолжал осматривать различные лестницы и проходы, и пробовал все двери. Одна или две маленькие комнатки близ зала оказались незапертыми, только там ничего не нашлось интересного, кроме старинной мебели, покрытой пылью и изъеденной молей. В конце концов, на самой верхушке одной лестницы я все-таки нашел какую-то дверь, которая хоть и была заперта, но при первом же легком толчке поддалась. При более сильном толчке я почувствовал, что она действительно не заперта. Тут мне представился случай, который вряд ли вторично подвернется. Поэтому я напряг все свои силы, и мне удалось настолько отодвинуть дверь, что я смог войти. По расположению окон я понял, что у Альфилата комната расположена на южной стороне замка, а окна этой комнаты выходят на запад и юг. С той и другой стороны зияла громадная пропасть. Замок был построен на краю Большого Утеса, так что с трех сторон он был совершенно неприступен. А за ней вдали возвышались зубчатые утесы, расположенные один за другим. Они были покрыты горными цветами и терновником, корни которого цеплялись за трещины и развалены камни. Эта часть замка была, по-видимому, когда-то обитаема, так как обстановка оказалась уютнее, чем в остальных частях. Занавеси на окнах отсутствовали, и желтый свет луны, проникавший сквозь окна, скрадывал толстый слой пыли, лежавший повсюду и прикрывавший изъяны, вызванные временем. Моя лампа мало помогала при ярком лунном свете, но я был счастлив, что она со мной, потому что ужасное одиночество заставляло холодеть мое сердце и расстраивало нервы. Во всяком случае, мне здесь было лучше, чем в тех комнатах, которые я возненавидел благодаря присутствию у них графа. Я постарался унять свои нервы, и постепенно нежное спокойствие охватило меня. 16 мая. Утро. Да хранит Господь мой рассудок, так как я в этом очень нуждаюсь. Безопасность и уверенность в безопасности – дело прошлого. Пока я здесь живу, у меня только одно стремление – как бы не сойти с ума, если только это уже не произошло. Если рассудок еще при мне, то действительно сумасшествие думать, будто из всех мерзостей, коей моей окружен в этом ненавистном месте, менее всего мне страшен граф, и будто только с его стороны я еще могу надеяться на помощь до тех пор, пока он во мне нуждается. Великий Боже, сохрани мое хладнокровие, так как иначе сумасшествие действительно неизбежно. Таинственное предостережение графа теперь волнует меня. Когда я об этом думаю, то еще больше пугаюсь, так как чувствую, что в будущем буду находиться под страхом его власти надо мной. Я буду бояться даже усомниться в каждом его слове. Будучи сегодня ночью в комнатке наверху, я почувствовал, как сон начал меня одолевать. Я вспомнил предостережение графа, но страстное желание ослушаться его овладело мной. Сон одолевал меня все сильнее и вместе с ним желание борьбы. Мягкий лунный свет озарял пространство, а водворившийся покой как-то освежал меня. Я решил в эту ночь не возвращаться больше в свои мрачные комнаты, а проспать здесь. Я вытащил какую-то кушетку из угла и поставил ее так, что мог лежа свободно наслаждаться видом на запад и на юг, и не обращая внимания на густую покрывающую здесь все пыль, я собрался заснуть. Мне кажется, вероятнее всего, что я и заснул. Я надеюсь, что так и было, но все-таки ужасно боюсь, как бы все, что затем последовало, не происходило наяву, так как то, что произошло, было так реально, так явственно, что теперь, сидя здесь при ярком солнечном свете, я никак не могу представить себе, чтобы то был сон. Я был не один. Комната была та же, нисколько не изменившаяся с тех пор, как я в нее вошел. Я мог различить благодаря лунному свету свои собственные следы, которые разрушили сеть накопившейся на полу паутины. В лунном свете против меня находились три молодые женщины, судя по одеждам и манерам, это были леди. Я думаю, что видел их сквозь сон, так как, несмотря на то, что свет луны находился позади них, от них не было никакой тени на полу. Они подошли ко мне вплотную и, посмотрев на меня, начали затем шептаться между собой. Две из них были брюнетками, с тонкими орлиными носами, как у графа, с большими темными проницательными глазами, казавшимися совершенно красными при бледно-желтом свете луны. Третья леди была Белокура, самая светлая блондинка, какая только может существовать, с вьющимися густыми золотистыми волосами и с глазами цвета бледного сапфира. Мне казалось, что я знаю это лицо, что я во сне его когда-то видел, но никак не мог вспомнить, где и когда именно. У всех трех были великолепные белые зубы, казавшиеся жемчугом среди рубиного-красных сладострастных губ. В них было нечто такое, что сразу заставило меня почувствовать какую-то неловкость. В душе моей пробудилось какое-то мерзкое желание, чтобы они меня поцеловали своими красными чувственными губами. Они пошептались между собой, и потом все трое рассмеялись каким-то удивительно серебристым музыкальным смехом. Блондинка кокетливо кивнула головкой, а другие подзадоривали ее. Одна из них сказала, «Начинай, ты первая, а мы последуем твоему примеру. Твое право начать». Другая прибавила, «Он молод и здоров, тут хватит поцелуев на всех нас». Я спокойно лежал и, прищурившись, глядел на них изнемогая от предвкушения наслаждения. Светлая дева подошла ко мне и наклонилась надо мной так близко, что я почувствовала ее дыхание. Оно было какое-то сладкое, точно мед, а с другой стороны действовало на нервы так же своеобразно, как и ее голос, но в этой сладостью чувствовалась какая-то горечь, какая-то отвратительная горечь, присущая запаху крови. Я боялся открыть глаза, но прекрасно все видел, приоткрыв немного веки. Блондинка стала на колени и наклонилась надо мной. Она наклонялась все ближе и ближе, облизывая при этом свои губы, как животное. При свете луны я заметил, что ее ярко-красные губы и кончик языка, которым она облизывала белые острые зубы, обильно покрыты слюной. Ее голова опускалась все ниже и ниже, и губы ее, как мне показалось, прошли мимо моего рта и подбородка и остановились над самым горлом. Я ощутил какое-то щекотание на коже горла и прикосновение двух острых зубов. Я закрыл глаза в томном восторге и ждал, и ждал, трепеща всем существом. Но в то же мгновение меня с быстротой молнии охватило другое ощущение. Я почувствовала присутствие графа. Он был в бешенстве. Я невольно открыл глаза и увидел, как граф своей мощной рукой схватил женщину за ее тонкую шею и изо всей силы швырнул в сторону, причем синие глаза его сверкнули бешенством, белые зубы скрежетали от злости, а бледные щеки вспыхнули от гнева. Но что было с графом? Никогда не мог вообразить себе, чтобы даже демоны могли быть охвачены такой свирепостью, бешенством и яростью. Его глаза метали молнии. Красный оттенок их сделался еще ярче, как будто пламя адского огня пылало в них. Лицо его было мертвенно-бледно, и все черты лица застыли, как бы окаменев, а густые брови, без того сходившиеся к носу, теперь напоминали тяжелую прямую полосу до бела раскаленного металла. Сверя поотбросив женщину от себя, он сделал движение в сторону двух других, как бы желая их отбросить назад. Движение это было похоже на то, которым он укращал волков. Затем своим громким твердым голосом, пронизывающим в воздух комнате, несмотря на то, что он говорил почти шепотом, он сказал, «Как вы смеете его трогать? Как вы смеете поднимать глаза на него, раз я вам запретил? Назад, говорю вам! Ступайте все прочь! Этот человек принадлежит мне! Посмейте только коснуться его, и вы будете иметь дело со мною!» Светлая дева грубо-кокетливым движением повернулась к нему и сказала, смеясь, «Ты сам никогда никого не любил и никогда никого не полюбишь!» Другие женщины подтвердили это и раздался такой радостный и в то же время грубый и бездушный смех, что я чуть не решился чувств. Казалось, бесы справляли свой шабаш. Граф повернулся ко мне и пристально глядя мне в глаза нежно прошептал, «Нет, я тоже могу любить. Вы сами могли в этом убедиться в прошлом. Я обещаю вам, что как только покончу с ним, позволю вам целовать его сколько захотите. А теперь уходите. Я должен его разбудить, так как предстоит еще одно дело». «А разве мы сегодня ночью ничего не получим?» Со сдержанным смехом спросила одна из них, указывая на мешок, который граф бросил на пол и который двигался, будто в нем находилось что-то живое. Он утвердительно кивнул головой. Одна из женщин моментально кинулась и развязала мешок. Если только мои уши не обманули меня, то оттуда раздались вдохи и вопли полузадушенного ребенка. Женщины кружились вокруг мешка, в то время как я весь был охвачен ужасом. Но когда я вгляделся пристально, оказалось, что они уже исчезли, а вместе с ними исчез и ужасный мешок. Другой двери в комнате не было, а мимо меня они не проходили. Казалось, они просто испарились в лучах лунного света и исчезли в окне, поскольку я заметил, как их слабый облик постепенно изглаживается на его фоне. Затем ужас охватил меня с такой силой, что я упал в обморок. Субтитры создавал DimaTorzok